Добрый день! Мужчина с большим прошлым, империал мастер Ли Ток У. Рад приветствовать вас! Все те, кто присоединился к вам сегодня из 20 различных стран мира, я приветствую вас от всей души. Я бы хотел еще раз поздравить наших новых мастеров, потому что последний год был очень сложным из-за коронавируса. Я надеюсь, что, послушав мою лекцию сегодня, вы наберете сил. Я расскажу вам не о том, как добиться успеха. Сегодня я больше хотел бы рассказать вам о своей жизни. Как, наверное, вы уже знаете, в течение 17 лет я терпел неудачу за неудачей в своей жизни. Мне было очень страшно. Я будто шел через море в абсолютной темноте. я не видел ничего вокруг. Мне было очень страшно. до каких пор я буду жить такую жизнь. И сложнее всего было то, что я не видел выхода из ситуации. на меня стали показывать пальцем, как на неудачника. Я не знал, когда же это все закончится. Даже моя семья стали показывать на меня пальцем. ведь я не мог обеспечить свою семью. Я был главой семьи, который не мог ничего дать своим родным. Мне с каждым взглядом, с каждым пальцем, показанным на меня, мне становилось все тяжелее и тяжелее. вот так я остался абсолютно один в этом большом мире. Сколько бы я не делал шагов, я не видел конца. конечно, я знаю, что у всех по-разному, но все те, кто сегодня слушает мою лекцию, все вы проходите через определенные трудности. Не только в Корее, но и по всему миру. Все люди живут, стараясь, изо всех сил. Однако, в нынешнее время вы не можете добиться успеха, только стараясь. Если вы хотите изменить свою жизнь, вы должны изменить свои мысли. с помощью такого инструмента, как Атоми, я сумел преодолеть все свои трудности. И так же, как и я, должны это сделать и вы. Можно сравнить это с плаванием. Я учился плавать три года, но даже обучаясь плаванию три года, я не мог проплыть даже пол бассейна, половину 50-метрового бассейна. Я пытался плыть, потом силы меня оставляли, и я шел ко дну. Сколько бы у меня не было денег, у меня не получалось научиться плавать. Моя жизнь, как вы думаете, если работать усердней и усердней, станет ли ваша жизнь лучше? Вам может стать немножко лучше, но кардинально ваша жизнь не изменится. на самом деле, я очень боюсь воды. И однажды я пошел в бассейн, я ждал несколько часов начала занятия, я зарегистрировался, и тренер, увидев меня, сказал, в первую очередь, не идите в глубокий бассейн, не прыгайте в бассейн, пойдите в воду, где не так глубоко, и просто пытайтесь привыкнуть. Однажды в одном из интервью знаменитых людей я услышал, что же есть в вашем списке, что бы вы хотели сделать до того, как умрете, и кто-то сказал, что он хотел бы нырнуть с аквалангом. спросили его, почему до сих пор он этого не сделал, и наши партнеры из Австралии его позвали к себе. он очень испугался, и поэтому я решил попробовать с ним тоже нырнуть с аквалангом. Мы поехали на остров Че-джу-до в Корее. Мы поехали на остров Че-джу-до, и в первый день, когда я надел на себя все оборудование, у меня ноги начали подкашиваться, мне было очень страшно, и как только я вошел в воду, в этот же момент я стал сожалеть об этом. Когда я опустился на 10 метров, на 20 метров вниз, мое тело охватило невероятное дрожь, мне стало страшно, но мне было стыдно сдаться, и я остался в воде. Я также потом мы нырнули с корабля вниз, с лодки, и волна охватила меня, и в этот момент мне стало еще страшнее. Но, несмотря на это, все равно два-три раза я нырнул. я смог опуститься на 20-30 метров вниз, и в специальном костюме было даже не так холодно. Поэтому я понял, что преодолеть страх воды и это можно сравнить с тем, как работать в атоме. Сначала вы пробуете, вы ныряете, и за три месяца у меня появились первые успехи. И сейчас я хотел бы вам показать видео, как я нырял. И меня спрашивают, фотошоп ли это, или я действительно нырял. Я на самом деле нырял. Давайте посмотрим. неужели это слишком хорошее видео, что его сложно показать. Какая-то проблема? вы наверное узнали, кто этот человек? Я даже не представлял, что столько рыб и живых организмов находятся в воде. Я увидел все, что возможно. однажды я даже взял камеру в руки, чтобы снять. на самом деле, когда вы находитесь в воде, конечно, страшно. Но каждый раз, смотря на эту природу, на живые организмы, я сам себя поддерживал. Вот то место, куда я сейчас ныряю. То, что вы видите сейчас, вот там еще страшнее. Когда мы ныряли в эту пещеру, я еще раз задумался над тем, стоит ли мне туда плыть или нет. но вот вы сейчас видите на своих экранах, как я уже выплываю оттуда. И когда мы надеемся, что когда коронавирус закончится, я планирую нырнуть с аквалангом во всех основных точках мира, где это возможно. самое важное, что я из этого вынес, это мои мысли и моя уверенность в том, что я смогу это сделать. И следуя своим мыслям и уверенности, я нырял. Но как вы знаете, что нырять гораздо проще не самостоятельно, а имея специальный костюм, специальный акваланг и специальное оборудование. И раньше я даже не знал, что такое сетевой маркетинг. Все случилось благодаря моей сестре, старшей сестре, которая мне помогла во всем. но вначале у меня ничего не получалось. И когда я занимался другим сетевым маркетингом, у нас было слишком много линий, и такой простой человек, как я, просто не мог добиться успеха в этом. Потом я перешел из компании А, я перешел в компанию Б. Я подумал, что, наверное, на этом мои проблемы закончились, потому что у меня уже был опыт. не ничего сетевого маркетинга. Но когда объявили, когда государство объявило определенные сложности для сетевого маркетинга, вторая компания закрылась, где я работал. Я работал. Поэтому в начале в компании для меня было достаточно неплохо и хорошо. У нас в каждой комнате были кондиционеры, в каждой комнате были вентиляторы и очистители воздуха. И мы продолжали покупать продукцию этой компании. И потом я получил информацию о бинарном маркетинге. Я ведь раньше я думал, что нужно очень много веток под вами, чтобы заработать большое количество денег. И поверить в то, что нужно всего две ветки для этого, это было для меня большим открытием. я перешел в другую компанию. Но в этой компании также просили, я должен был отдавать деньги, потому что у нас были членские взносы. По 200 долларов в месяц, по 300 долларов в месяц у меня ходили на членские взносы. и вот так в течение 17 лет я из компании А переходил в компанию Б и С и так далее. Но в итоге у меня я стал банкротом, мне пришлось занимать деньги у своих друзей, и мой сын, я не мог оплатить учебу своего сына в университете. Но смотря на других людей, я не мог поверить, почему же я стал должником некредитоспособным, и что мне делать? И я ничего не мог с этим поделать, потому что банк назвал меня некредитоспособным. И я бросил все это дело. Я понял, что в компании, где нужно платить членские взносы и покупать определенное количество продукции в месяц, не добиться успеха. и когда бросил это занятие, моя дочь пришла ко мне, сказала, что ж, раз теперь ты не занимаешься сетевым маркетингом, возле нашего дома открылся ресторан, можно пойти работать там. Я позвонил начальнику и спросил, можно ли мне там поработать. Он сказал, принеси, пожалуйста, резюме. Но когда я стал писать резюме, я понял, что все 17 лет я занимался только сетевым маркетингом, у меня нет никакого другого опыта. И что я написал? Я писал, с этого года до того, я занимался и работал в компании А, потом в компании Б, но к моему счастью, меня приняли на работу. И через три месяца начальник зашел ко мне и положил мне на стол сет с косметикой и начал рассказывать мне о компании Атоми. Я ему тут же сказал, я этим больше не занимаюсь. И я решил выйти сразу из комнаты, но захватил с собой этот набор косметики и отдал его своей дочери. Потом при нашей следующей встрече я услышал, мне пришлось выслушать о том, как работает компания. Я узнал, что здесь нет никаких членских взносов или ограничений. я узнал, что компания возвращает заработанные деньги своим клиентам и что есть люди, которые зарабатывают на этом. Я вышел из здания и наверное 30 минут ходил вокруг него. Мой разум говорил мне о том, что ты 17 лет этим занимался, неужели снова хочешь в это втянуться? Но мое сердце говорило мне, что попробуй еще раз, узнай об этом получше. И сердце победило и я пошел на семинар. туда на всякий случай узнать вдруг здесь что-то по-другому. Я услышал лекции нашего председателя о сбалансированной жизни и жизненном сценарии, но честно говоря, я не верил ему, потому что в любой момент он мог поменять правила и добавить членские взносы, к примеру. Но послушав лекции на следующий день о видении компании, я после лекции подошел к председателю и спросил его, занимались ли вы сетевым маркетингом раньше. Он рассказал мне о своем опыте. он сказал, что он тоже, так же, как и я, банкротился и рассказал о том, что у него не было денег оплатить квартиру. И я подумал, мне пришло осознание того, что в будущем этот человек поведет компанию вверх и без каких-либо сюрпризов в виде членских взносов или каких-либо других препятствий. поэтому в тот день поговорил с председателем. Я решился заняться этим серьезно. пи-си-банк, чейн-джем, бон-джем, фэ-장, гон-мур, фэ-장 и чинкун для шугин и пи-си-банк, бон-джем, джи-а, як-бек-чон и сан-дену, сан-дэ, 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 тогда мы с... я стал искать людей, я пошел к одному своему знакомству, у которого был свой компьютерный клуб, у него было большое помещение, это стало нашим офисом в будущем и продолжая говорить людям о том, что здесь нет никаких взносов, о том, что продукция очень хорошая, продукция по низким ценам, люди стали меня спрашивать, хорошо, дайте мне название веб-сайта, я проверю, но веб-сайта у нас тогда не было, и люди не доверяли мне из-за этого, они думали, это что-то странное, и не верили мне, так прошло три месяца, я подошел к владельцу здания и сказал ему, наверное, я сдамся на этом, я брошу это дело, и он сказал, хорошо, тогда своди помещение, но на следующий день я пришел, а он уже поменял все замки, я начал плакать, потому что я думал, что он даст мне доработать в этом здании, в этом помещении, хотя бы до конца года, нам пришлось поменять расположение своего офиса, я решил доработать до конца года, перед тем, как закрыться, и в тот момент я встретился с Ким Гуан Йолем, которого вы наверное видели в предыдущем видео, потом я встретил другого нашего нынешнего империал мастера в караоке, мы стали, они ездили и рассказывали о том, в маленькие города по всей Корее, потому что они сказали, что в Сеуле люди спрашивают о нашем сайте и думают, что это странно не иметь своего веб-сайта, но люди в маленьких городах и в деревнях даже не знают, что такое сайт, для них главное то, что продукция компании хорошая и по доступным ценам, поэтому все те люди, с которыми я тогда встретился, и которые сейчас являются роял-мастерами, всех их я встретил как раз в то время. Однажды на че-джудо мы встретили господина Ким Йон-Пиля, вместе спонсорами мне сказали, зачем тебе ехать на че-джудо, но так как там никто не занимался еще и не знал об Атоме, я туда все-таки поехал, и там я встретил еще четверых или пятерых людей, которые сейчас уже стали роял-мастерами и краун-мастерами. Почему на че-джудо была ситуация точно такая же, людям не было разницы, есть ли у компании свой веб-сайт или нет, им важно было только качество продукции и ее цена. Я продолжал этим заниматься, хотя, конечно же, мне было страшно, потому что я боялся, что однажды это закончится, но увидев свои заработки, а я стал зарабатывать около двух тысяч долларов в месяц, я обрадовался, но знаете, что говорили люди обо мне? Люди говорили, что наверняка он опять вошел в долги, настолько они не верили в меня. Но так как дела мои пошли в гору, я встречал все больше и больше людей, которые становились моими партнерами и друзьями, так год за годом наши дела пошли в гору. и однажды в конце года председатель сказал мне, давай поедем в Америку. Я ему сказал, наверное, вы съездите сначала сами и потом мы, может, поедем вместе. Но он сказал, давай поедем вместе. но так как у нас в компании не хватает денег, каждый едет за свой счет. Потом у председателя появились неотложные дела и в Америку я поехал самостоятельно. Тогда мне казалось, что я в Америку приехал в путешествие, а не по работе. Но будучи в путешествии я рассказывал людям о видении компании и о бизнес-плане нашей компании. Я думал о том, что если сейчас мы откроем представительство в Америке, то я стану глобальным бизнесменом. Когда я рассказывал людям, я говорил просто какие-то слова, но люди аплодировали мне. И потом в конце года мы открыли наше представительство в Америке. И в 2018 году через какое-то время «Я стал империал мастером». человек по имени Ли Тогу он банкротился и терпел неудачу в одном и том же деле пять раз, но добился успеха благодаря тому, что выбрал Атоми в качестве инструмента к достижению успеха. Люди постоянно спрашивают меня, как же это получилось так быстро? Но я отвечаю им, что не «как» вопрос должен быть не в том «как», потому что есть и другие компании, как Herbalife, Amway и другие, но вопрос «вай», «почему?» Потому что мы продаем хорошую продукцию по низким ценам. В таком случае нет другого пути, кроме того, как увеличивание количества наших партнеров и потребителей. Ведь люди покупают продукцию для ежедневного пользования, экономя на этом. Ведь если продукция для ежедневного пользования будет дорогой, то люди экономить не смогут. А так как у нас все наоборот, люди не только приобретают хорошую продукцию, но еще и экономят на этом, поэтому а вдобавок к этому у нас нет никаких взносов. И поэтому, в отличие от других компаний, где вы не можете добиться успеха, атомы ведет вас на вершину. Каждый раз, когда я слушаю нашего председателя, в моем сердце становится теплее. я помню те времена, когда люди отказывали мне, потому что у нас не было своей веб-страницы. Но человек Пак Чонг Гё один из наших лидеров. лекцию на обычной доске, где придется, когда не было заплатить за обед. Поэтому он только объяснял о бизнес-плане атоме, но когда и не мог предложить человеку пойти поесть после этого. И услышав это, я понял, что насколько бы сложно не было и какой тяжелой ни была бы ситуация, я никогда и ни в коем случае не критикую нашу компанию. Когда я даю интервью как человек, который добился успеха, есть вопросы, которые мне задают постоянно. Меня спрашивают, когда было самое сложное время для вас? Я говорю, никогда на этом пути сложно не было. Но меня спрашивают, да нет, наверняка было. Я просто смотрю им в глаза и говорю, ни разу, ни одного дня мне не было сложно. Раньше, когда я ездил на Чичидо, мне пришлось не спать долгое время, потому что я боялся уснуть, потому что тогда не было будильников на телефоне. Поэтому приходилось поспать немножко в автобусе, потом поспать немножечко в самолете, и ранним утром я прилетал на Чичидо, где не было людей. Я помню, я поел, потом, и так как было очень рано утром, я рассказывал о плане атоме женщине-хозяйке кафе, и объясняя о бизнесе, я помню, я был очень сонным, часто я чуть ли не засыпал во время лекций, потому что ежедневно постоянно я ходил из одного места в другое, рассказывая. У меня не было другого костюма, и тот, в котором я ходил, становился грязным, на нем появлялись пятна. один из наших лидеров тоже приехал. Со мной я помню, что нам нужно было поехать из одной точки в другую, но у нас на двоих было всего 3 доллара, мы поймали такси и сказали отвезите нас в то направление до тех пор, пока щечек не покажет 3 доллара. Мы доезжали и потом шли пешком до места, где должны были проводить нашу лекцию. Мне говорили люди говорили мне моим детям о том, что у нас не получится добиться успеха, потому что сколько бы они меня не видели, я всегда был в одном и том же костюме и в одном и том же галстуке. Занимаясь сетевым маркетингом, я испытал все вот эти трудности, но даже несмотря на это, никогда я не говорю о том, что мне было тяжело или я сожалею о чем-то. в конце прошлого года наш председатель сказал, что через 10 лет какой у нас будет план? Он спросил нас с каким планом, с какой продукцией мы должны выходить на рынок через 10 лет. я ответил так, неважно какой именно продукции, какой именно будет наша продукция, если мы будем продавать продукцию отличного качества по низким ценам, мы всегда добьемся успеха и через 5 лет, и через 10 лет. Сейчас мы уже стали компанией номер 2 по миру, но через 10 лет с нашей стратегией и с нашим планом мы станем номер один. если мы будем верны нашим принципам. И я верю, что председатель будет верен этим принципам. И я хотел бы добавить, что не важно как добиться успеха, а важно почему будет чудо, чудом, если вы успеха не добьетесь. Посмотрите на меня. Я думаю, что для меня это было моей судьбой встретить Атоми. Я, например, знал, я помню, что в самом начале продукция, которая была в компании, где я работал, допустим, по 200 долларов, в Атоме она стоила 20 долларов. И я верил в нашу продукцию. Я спрашивал у своих спонсоров, неужели эта продукция одинаково качество? Они подтверждали лета. Помните, что компания возвращает доход, процент от своего дохода всем своим потребителям. и вы уже слышали, что мы достигли, мы получили премию за то, что объем нашего экспорта составил 300 миллионов долларов. Также мы готовим открытие в Великобритании, что послужит выходом на все остальные страны Европы. Скоро будет доступна система доставки во все страны. Также мы готовим открытие в Казахстане и Бразилии и, возможно, уже в этом году или в следующем наши зарубежные продажи обойдут наши продажи в Корее. Когда я стал зарабатывать достаточно, я стал делать все, что я хочу. Я стал ездить туда, куда хочу. Теннис, гольф, трейтинг, трейкинг, я занимался велотрейкингом в Канаде, в Новой Зеландии, во Франции, в Италии, я был в Альпах, в Южной Америке, в Перу, река Амазонка, Чили, Аргентина. я увидел весь мир. И это было невероятное ощущение, я был невероятно тронут, увидев эти места вживую. и я думаю, что сейчас я достиг той жизни, когда мы любим, обучаемся, вкладываем, вносим вклад в окружающую среду. Но, возможно, из всех этих частей еще пока та часть, где я вношу вклад в окружающую среду, ее еще я не смог полностью осуществить. Поэтому я сосредоточусь на этом. Все те, кто сегодня сейчас с нами онлайн, господа из 20 стран, все вы, я хочу, чтобы все вы с помощью этого инструмента, как Атоми, сумели осуществить свои мечты, став Ройал-мастерами, Краун-мастерами и Империал-мастерами. Я знаю, что всем вам сложно, но я хотел бы, во-первых, поблагодарить от себя лично, я хотел бы поблагодарить свою жену, которая всегда верила в меня, которая работала все это время и поддерживала меня. Спасибо тебе большое. Также хотел бы очень поблагодарить своих детей, которые, несмотря на наше тяжелое положение все эти годы, выросли замечательными людьми. так же я желаю и вам, чтобы благодаря Атоме вы достигли все свои мечты. Не позвольте никому украсть ваши мечты. Браво, моя жизнь! КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...